Все, пошла запись. Давай, я буду снимать. Здравствуйте, сегодня 18 число. Вот здесь вокруг лежат остатки нашего тягача, нашей гаубицы D-30, которые уничтожены первого числа этого месяца, когда мы попали в засаду на трассе Изварина в Краснодон. Сразу после поворота на Урала-Кавказ. Вот с тех высоток по нам работали БТРы, БМП и пулеметчики. Также была, по-моему, одна или две установки минометов. Вот такими вот осколками тут все усеяно. В КАМАЗе было 13 человек. К сожалению, у нас один тяжелораненый был, один погибший. Как видите, пушку в плоти разнесло. Потому что в КАМАЗе мы, ну, в нарушении всех правил, везли бойзапас 50 ящиков гаубичных снарядов. Это 100 снарядов осколочных фугасных. Вот тут, видите, там неразорванные снаряды еще валяются за пушкой. Ну, вот сама наша. Мы ее назвали Берта. Тут остались еще следы Берта. Это была хорошая пушка. Нам по ней, нам ее жалко. Вот остатки КАМАЗа. Двигатель. Когда начался обстрел, мы все... Мы сначала думали, что просто попали в засаду разведгруппы. Пытались отстреливаться, но... Буквально через 2-3 секунды по двигателю КАМАЗа то ли БМП, то ли БТР врубил, и мы остановились. Как только остановились в борт, две или три очереди из пулеметов. Командир приказал десантироваться. Мы все начали десантироваться, выпрыгивать вот на эту обочину. Тут еще была трава. Вот по этой траве, по этой канаве мы пытались уползти. Постоянно работали минометы. Выше, ниже. Снайперы работали, но видно с большого расстояния, поэтому они только над головой попадали. И вот постепенно мы начали отползать вот к той остановочке. К той остановке. Уже начал гореть КАМАЗ, начали гореть пороховые заряды, картузы. И командир орудия приказал уходить в дым. И мы ушли. Большая часть расчета ушла вот через этот бугор в зеленку. Все. Спасибо за внимание.